Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня рубрика ответы на вопросы, новое видео. Что ж, эта серия, конечно, понравится тем людям, моим постоянным зрителям, которые смотрят меня не только по вопросам здоровья, а вообще здравомыслия, адекватного мышления, логики, по важным общественным вопросам. Ну, в общем, темы будут разные. Ваши письма, которые я выписал из-под последних моих видео, весьма затрагивают интересные аспекты и вопросы. Ну, поехали! В общем, Алик Яков пишет, бросить курить мне помог вейп. Казалось бы, что польза, хорошо, пишет человек далее. В итоге и то теперь, и другое сочетаю, но не прекращаю попытки бросить. Давайте сразу хочу сказать, дорогие друзья, значит, кто хочет, понимает, что это просто уже необходимо, все, уже черта, и надо бросить курить, а лучше, конечно, не начинать вот эти сигареты, папиросы, посмотрите видео в интернете из Жданова Владимира Георгиевича, как бросить куря. Ну, ладно, ссылку оставлю вот прям под этим видео, дам, ну, чтобы вы не искали. В общем, будете выполнять все четко, при этом будете курить, кстати, и выписывать на пачки сигареты, пометки ставить, это очень тонкий психологический момент, и вы бросите курить даже те, кто курит по 3-4 пачки в день. А что, до вейпов? У меня было два видео на эту тему. Одно, ну, кратко в ответах на вопросы, а второе, прям посвященное вейпам. Вот посмотрите, кто еще не видел, и мне придется сделать еще одно, потому что там интересные очень накопились письма, ну, по поводу вейпов, и от тех, кто, ну, противник, и от тех, кто прям сторонник с пеной у рта защищает. Ну, я зачитаю и пробегусь по этой теме. Поехали далее. Елена Тим пишет, и уважаемый Юрий Андреевич, извините за комментарии не по теме, я очень хочу поделиться с вами моими наблюдениями за людьми. Когда начинаешь общаться с человеком, и заходит речь о питании, почему-то от каждого первого я слышу одну и ту же фразу, исключений не было, никогда. Все почему-то говорят, я без мяса не могу. Наверное, подсознательно чувствуют свою вину, еще бы. Никто еще не сказал, не могу жить без жареной картошки, хотя я думаю, что это не менее актуально. Ну, почему есть такие, да, говорят. Буду благодарна, если вы найдете время ответить. Ну, конечно, отвечу, хотя сегодня лучшим ответом будут некоторые комментарии, другие, и мои ответы на эти комментарии. Но кратко, пока, для затравки скажу, что, естественно, многие люди живут для вкусов, для еды. То есть, как бы не едят, чтобы жить, а живут, чтобы есть. Эти рабы желудка, они, безусловно, оправдывают подсознательно то, что неправильно. То, что подсознательно, подспудно, они понимают, что делают что-то неправильное, плохо. Это вредно, плохо. Но они гонят от себя эти мысли дешевыми отговорками, в том числе и такими. Ведь словосочетание «я без мяса не могу» как бы оправдывает все и ставит точку в вопросах, хотя бы в размышлениях, на тему «а почему, а зачем, а действительно, а почему другие могут». Так что это все, конечно, глупость, конечно, могут. Любой человек может без мяса жить. Вот, кто такое говорит, он дурак, по меньшей мере. Человек, который просто гонит от себя неотвратимое. И как следствие наказания при этой жизни болезни, тяжкие порой, и, так сказать, в будущей жизни. Ну, душа-то чувствует, подсознательно чувствует, что это что-то плохое, но человек гонит от себя. То есть и физическую свою зависимость как бы этим поддерживает, и морально-духовную деградацию поддерживает в себе. Потому что возвыситься над собой сложнее, чем катиться по наклонной в пропасть. Вот и все. А дальше разобью эту тему некоторыми вопросами. Ох, дальше будет интересно. Дальше «Juustiswilewin» какой-то такой ник. «Мясо и, вправду, наркотик». Как только полностью откажешься от него через неделю, его уже не хочется и не вспоминаешь. Ну да, ну, некоторым чуть больше на это время надо. Но если человек не имеет жесткой установки, есть мясо три раза в день, вот у него крыша не съехала, то любой человек через неделю, особенно если пройдет программу какое-нибудь очищение, гидроколунтерапию, или магнезия кружка эсмарха, и, так сказать, начнет питаться нормальной растительной пищей, то, конечно, он порой и ужаснется, и задумается более глубоко над этими вопросами, и уже ему покажется не все так смешно, или, скажем, не все так несерьезно. Ну, в общем, таких случаев много. Далее пишет человек, по поводу Библии до потопа, то есть до Ноя, все люди были веганами, а я добавлю сыроедами, веганами сыроедами ели плоды с деревьев, конечно, но по мере того, как люди падали духовно, а в райском, что там, в раю сады, ну, конечно, сады. Сады дают плоды, плоды, что люди едят друг друга? Нет. Животных ели? Нет. Сковородки были? Там не было. Что люди ели? Плоды ели? Так да. Но по мере того, как люди падали духовно, они стали есть животных. Совершенно верно. Поэтому, кто ест животных, духовно, серьезно, не вырастет. По крайней мере, если даже человеку дано многое, и он духовно, потребляя мясо, все равно выше многих других, и высоко поднялся, развил себя, то он просто не представляет, как бы он развился духовно, если бы мясо он не ел. Ну, и человек завершает такими словами. Кто не верит, почитайте Пятикнижье Моисеева. Не, ну, тут, собственно, этого, я думаю, кстати, все это слышали. Если кто-то и не верит, хотя вряд ли кто-то не верит, действительно, почитайте и услышьте. А я еще советую посмотреть мое видео «Мясо и Библия», которое начинается очень интересным примером, когда из Австралии ко мне приехал в Пушкинские горы, где я живу, значит, священник один, по-моему, русской православной церкви, да, но именно вот приход в Австралии, ну, по поводу там своего здоровья, ну, очень интересные вещи я рассказал, мы с ним поговорили на тему, вообще, мяса в Библии, и дальше вот посмотрите, что из этого, так сказать, вытекает в дальнейшем, так сказать, в виде размышлений, рассуждений, фактов и так далее. Посмотрите, ссылку оставлю. Далее, Анжелика Апрельская. Судх-гуру советует кушать арахис 24 часа в сутки. Кому верить? Никому верить не надо, надо думать. Вот знаете как? Вот еще раз повторюсь здесь. Не надо никому верить, надо только думать. Не надо иметь своих мнений, надо иметь только знания. В этой связи я скажу следующее. Я как-то делал видео, не помню, про лектины отдельно ли, или книгу Кэмпбелла, да, скорее всего, анализировал, где я рассказал первый раз о вреде арахиса. Но с точки зрения афлотоксинов, содержащихся в арахисе, если он хоть немного неправильно хранится, поскольку там, где он произрастает, его выращивают, вернее, климат, влажные жарки и патогенные грибки, очень страшные, такие, как, например, черная плесень аспергилюс, поражается арахис им, причем не обязательно так, что вы это внешне увидите, это может быть в малых количествах, но вот этот афлотоксин, который вызывает определенные виды рака, ну, это научно установлено, он есть там в любом случае в каких-то дозах, но есть. Это было исследовано, были комиссии направлялись специальные, даже из США вот изучать эти вопросы, в том числе в страны Азии. Так вот, что я хочу сказать. Потом другой профессор выпустил не одну уже свою книгу по поводу лектинов. Так вот, арахис это не орех, это бобовое растение. Просто бобы у него не над поверхностью земли, а в земле. А бобовые содержат очень много лектинов. А лектины это такие белки высокомолекулярные, которые вызывают воспаление в организме. Если чечевицы, скажем, что и ели на Руси в основном, содержат очень мало лектинов, ну и, скажем, организмы наши за эти тысячелетия, скажем, или пусть ладно, столетия, адаптировались, и проблем нет, то другие бобовые, многие, или уж точно соя, в этом смысле не полезны. Да, по составу своему, то есть по незаменимым аминокислотам, там, впрочем, полезны, но не полезны тем, что там есть высокомолекулярные белки. Лектины, которые вызывают воспаление в тканях, а если у людей, а у современных людей у многих, дисбактериозы, сибр, синдром дырявого кишечника, суставы больные, воспаленные и так далее, вот таким людям, а это большинство людей есть, высокомолекулярные белки, которые вызывают воспаление, лектины в частности, нельзя. Поэтому верить никому не надо, а надо просто размышлять логически, как я это размышляю. Просто вам надо было слушать то, что я говорю. Я же не говорю, вот все вы, мои зрители, свидетелями будете, я же не говорю, делайте так и так. Нет, я не отношусь к тем, ну, скажем, лекторам, которые так говорят, в отличие от многих. Я всегда объясняю, почему. Многих глупых людей это бесит, что я некоторые лекции, особенно ранее, длинные, делаю, а как раз в длинных лекциях-то, и кроются ответы на вопросы и доказательная база. Ну, вот так-то. Далее, ник-ника. Да, вы будете во мне человека. Последний раз это было насчет вредных, искусственных сладостей. Через время я понял, для кого и почему они сделаны. Я осознал влияние неестественных удовольствий в 21 веке и понял, что на нас просто зарабатывают. О, ну вот я только дополню. Конечно, дело не в заработке. Нет, ну если взять отдельно взятых бизнесменов, там, скажем, кто открывает очередную кондитерскую кулинарию, это понятно, что для них да. Но говоря глобально, вот глобально, ведь понимаешь, что это вред. Наука это прекрасно понимает. Ну, и люди там, простые люди, хотя они могут быть академиками, не думают многие об этом. Но тот опыт людей, а говорится, как теория, это, так сказать, вещь сильная, но практика критерий истины, и когда человек перестает, скажем, есть сладкое, вот делает тот переход, о котором я говорил в многих своих лекциях, например, инсулина, резистентность, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней, ну, хотя бы в этих. Вот человек поступает так, и у него меняется, ну, просто как под копирку. У всех улучшается состояние здоровья. Ну, плюс другие, добавим факторы, правильные, полезные. Не это ли говорит о том, что истина, поскольку факты постоянно подтвержденные, не у одного взятого человека, а у там сотен тысяч, постоянно такие изменения идут, регулярно у всех, то надо что-то менять в обществе, в отношении к этой пище? Надо. Будут ли это делать? Не будут. Но не потому, что на этом основан заработок, это лишь частично так, а потому, что, понимаете ли, выше заработка, выше денег, есть управление, и сознанием в том числе. Управление сознанием народных масс идёт в том числе через пищу. Ну, естественно, через одурманивающие вещи, в первую очередь, табак, алкоголь, там другие наркотики. Но это и еда, как известно, сладкая, говорят, сахар тоже наркотик. Это абсолютно правда. Или мясо это наркотик, конечно. Выделяются морфины, но это подобные героину вещества. Естественно, мозг меняет, так сказать, сознание своё. Ну, искалеченное оно становится. Поэтому главное всё-таки здесь не заработок. Здесь управление, власть, контроль. И дальнейшее глобальное управление, так сказать, ну, отупление людей. Ну, для отупления, разумеется, там много факторов нужно и других, но и пища. Ведь, понимаете, все, кто меняет своё питание, кто осознанно становится веганом, там, веганом-сыроедом, не важно. Эти люди на многие вещи, а они перестают употреблять алкоголь, ну, большинство, по крайней мере, из них, да. И тут меняется сознание в корень. Люди начинают задумываться о таких вещах, о которых ранее не задумывались никогда в жизни. И для тех, кто управляет народами, государствами, или, по крайней мере, глобальными процессами, это как кость в горле. И поэтому, конечно, деньги вторичны. Первично, абсолютная власть. А это бесструктурные методы управления, понимаете? Сейчас как гордыню взращивают в людях, помимо прочих вещей, так сказать, и пороков. И люди взбунтуются сразу, по крайней мере, будут протестовать лично, моментально, сразу, если говорить, а ну-ка, делай это, делай это. Нет. Поэтому в общество вбрасываются такие предпосылки, такие образы, когда человек следует за ними, за этими образами, за этими установками, бессознательно. И это и есть бесструктурный метод управления. Далее идем. Раусан Ната. Бабушка-веганка, а, но в одном ролике в моем ответы на вопрос тоже, где я в очередной раз показал вот эту бабушку, которая с 20 какого-то года там мясо не ест, и смеется, такая очень веселая, очень позитивная бабушка, и вот пишет человек, что бабушка-веганка прекрасна, а она с рождения не ест мясо, и вот говорит, так мои все уже либо лежат, либо мертвы, а я там говорю там одному, ну, священнику, батюшку, так я вот, мол, с рождения, потому такая и здоровая, не ем мясо, так сказать, так вот мой отец тоже, а, был с 28-го года, вот 28-го она, но умер, не дожив до 60 лет от рака печени, он, к сожалению, ел все подряд, пил алкоголь, курил, это он прожил очень неплохо. Если бы это был ваш дедушка или прадедушка, вот тоже для несоображающих людей, сейчас я поясню в очередной раз, он мог бы так же, потребляя все это, пьет, курит, ест все подряд, прожить 70-80 лет, отец уже в ряд. Дальше по нисходящей, сейчас все живут меньше, чем те их предки, которые были ранее. И это я сужу по той аналитике, которая у меня есть на основании тысяч писем под десятками моих видео о долгожителях и долголетии. Тенденция идет такова. Прабабушка жила 112 лет, допустим, бабушка там 95, мама там прожила 70, ну, то есть, вот это вот просто. Исключений практически нет. Исключения есть только тогда, когда дети бедные, с изгаженной уже генетикой, все-таки не подвергаются в жизни взрослея порокам своих родителей и дедушкам, бабушкам. И тогда у них есть больше шанс прожить дольше. Я вам просто один... Слушайте, их примеров тысяч. Я просто маленький пример приведу, что, например, вот художник Зиновьев был такой, у меня о нем видео есть. Он прожил, ну, почти 110 лет, там, 109, да, с небольшим. И вот он прям в своем интервью говорит, ну, во-первых, он перфекционист, он аккуратист, он там, у него план, у него четкий, там, не знаю, как он чувствует, не важно, если у него план, он ему следует, он там, у него режим жесткий, он йогой занимался. Но это все не самое главное. Он четко говорит, ну, конечно, мои родители хорошую генетику мне передали, потому что ни папа, ни мама не курили, не употребляли алкоголь, ну, и так далее, и так далее. Ну, и человек не нервничает, у него жесткий распорядок, он умерен в еде, и другие, другие факторы. Поймите, все в жизни объективно. Вот если вы чего-то не понимаете, это не значит, что этого не понимают другие. Поэтому, вот, мои лекции, как-то, я это понимаю, и поэтому я просто в своих лекциях это все поясняю. Вне зависимости от меня, лично, на свои желания, еще раз скажу, наплевать, и вам должно быть, если вы честный человек, наплевать на свои желания, не должны быть изречения и мысли, выражающиеся в речи, так сказать, основываться на своих желаниях, а только на знаниях, только, и все. Далее идем. Иван Иванов, организм человека состоит из белка. Этим все сказано. Вот я даже дальше пока зачитывать не буду и скажу. И этим не сказано вообще ничего. А что хочет этим сказать человек? Я уже и так все понимаю наперед. И этим хочет он сказать, что все то, что я говорю, ерунда, то человеку нужно мясо, потому что мясо это полноценные белки, то есть все незаменимые аминокислоты, и прочие мантры, о которых любят говорить медики некоторые, биологи, и тем более антропологи, верящие в то, что человек произошел, это без яны, и австралопитеки, или скажем неандертальцы, это их далекие, недалекие предки. Вот они в это глубоко верят, они любят, потому что мясо, и хотят через эту призму оправдать свое мясоедение. Которое природе человеку чуждо, безусловно. И еще раз напомню, что маленький ребенок воспринимает любое животное как друга своего, пока родитель не научит обратное, но не как еду. То есть все от рефлексов, до порывов человеческой души, совести, справедливости, сострадания, все, что в человеке есть человечного, говорит о том, естественно, что это не пища для человека. Так, ладно, этим все сказано, с логикой у человека плохо, этим вообще ничего не сказано. Ну и что, что из белка? Ну давайте так скажем, дом состоит из кирпича. И что? А может быть он не из кирпича состоит? Или ладно, стены из кирпича, а кровля не деревянная у него, стропила, а фундамент не из бетона? И потом, что этим сказано? Этим сказано лишь то, что кирпич, например, состоит из глины. Если это клинкерный кирпич, то там еще, так сказать, помимо глины, есть определенные добавки, иногда металлов некоторых. Но почему эти люди так глупы, что даже не способны? Ну ладно вспомнить то, чему их в школах учили. Опять-таки, не объясняли, правда, что это значит, но все-таки человек должен помнить что-то. И надо же соображать, по крайней мере, что белковые молекулы, это вот, скажем, стена кирпичная. А из чего состоит кирпичная стена? Из отдельно взятых кирпичей. Аналогия такова. Белковые молекулы состоят из отдельных аминокислот. Так вот, сказано то, дорогой Иван, что нам нужны не белки, а аминокислоты. Значит, давайте так, чтобы вот сейчас только не надо вот что-то возражать мне, по крайней мере, до того, до того, как вы не посмотрите вот это мое видео, где я досконально вот эту тему разобрал, а видео называется «Мясо надо есть». Ну, с таким ироничным от меня названием, в кавычках, я возьму это слово-сочетание. В общем, посмотрите это видео, и тогда вы поймете это, я надеюсь. Ну, если, конечно, протесты вам разум не затмят. Ну, дальше он продолжает. А еще автор этого канала в таком-то видео «Предлагал жрать статины». А, это он мне претензии предъявляет для борьбы с холестерином. Ну, давайте это я скажу. Значит, вот видео это, о котором идет речь. И вы послушайте, вот люди разумные, как я говорил про это, в каком ключе, в каких случаях. И да, действительно, проблем здесь нет никаких. Ну, то есть, скажем так, печень они вашу не убьют, не волнуйтесь, статины. И это не антибиотики, не цитостатики. Никаких проблем здесь нет. Но всем ли я советовал? Предлагал ли я жрать статины? Ложь. Не предлагал. Дальше он пишет, не объясняя, но хорошо, что хоть не огульно, что прежде всего необходимо сдать анализы. Ложь, конечно, я это говорил, дабы определить, какой холестерин повышен. То есть, мол, он имеет в виду низкой плотности, высокой плотности, то есть, вредный либо полезный повышен. Ну, прекрасно. Ни в одном своем видео я про это говорил. Я всегда говорю, что необходимо проходить обследование перед началом того или иного лечения. И, естественно, в том видео я говорил, что сдать анализы необходимо. Разумеется, если повышенный плохой холестерин, я говорил, что принимать статины в том случае, если в близкосрочной перспективе по-другому снизить у вас не получается, потому что шансов в этом случае умереть от серьезной проблемы очень высокий. А статины, по крайней мере, временно вам помогут избежать этой проблемы с инфарктами и инсультами от повышенного холестерина плохого. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Я прошу вас после завершения просмотра этого видео посмотреть вот это видео про одного подонка, мошенника из Дагестана. Вы должны это знать, знать его в лицо и помочь мне, как и всем честным людям, обезопасить себя и других от этого мерзавца. И дальше, как всегда, человек пишет чушь в таких случаях. Выводы делайте сами. Вот как любят делать выводы те, кто на эти выводы свои, исходя из того, что он описал, не имеет никакого ни права, ни основания. Но сейчас большая самая проблема в обществе, это большая и большая деградация членов, многих членов этого общества. То есть не всех людей, но большинства. Соображать люди перестали, как стали смотреть сериалы, как перестали читать серьезную литературу, стали читать Донцову и прочее, то есть разное чтиво для убийства времени своего. Ну а как стали смотреть разные телешоу и прочее, так сказать. Когда в обществе и в мире, в том числе, в целом, появилось все больше и больше абсурды, которые выдают якобы за какую-то там правду и истину, тем люди все больше и больше начали деградировать. И теперь для них выводы сделать очень просто. Вот и делают такие умники свои любимые выводы из того, из чего их сделать невозможно. Для выводов нужна какая-то информация, по крайней мере, правдивая. А если эта информация искореженная и основана не на том, что я говорил, основана на том, что вы хотели слышать и якобы услышали из моих видео от своей злобы и протеста, ну потому что жрать мясо вам хочется и вы верите, что ничего страшного в этом нет, вы пытаетесь себя в этом убедить. И поэтому, как непорядочный человек, вы серьезно вопрос не изучили и даже меня серьезно не послушали. Даже в одном видео. Но зато выводы сделали. Ну вот, дорогие товарищи, не берите пример с таких глупых и нечестных людей. Далее. Светлана Мишина. А мне наоборот длинные видео ваши нравятся. Прям радуюсь, когда вижу, если 25-30 минут, как минимум. Как будто посещаешь умную лекцию с разъяснениями. Мозг должен понять, для чего ему это надо. Абсолютно верно. Это слова разумного человека. Вот вам на контрасте. А не только готовые факты. Абсолютно согласен. В скобках. Мимо которых в основном люди мимо проходят. Да, абсолютно точно. Спасибо, Юрий Андреевич. Пожалуйста. И вам, Светлана, моя благодарность за вот это письмо, которое отражает, собственно, мои мысли. И я в таком ключе делаю свои видео. Даже если они короткие, я пытаюсь быстро говорить и дать в этих малых минутах огромный объем логичной информации. Да, и более того, я даю еще ссылки под каждым видео. Потому что я ведь развиваю тему, да, какую-то. Я не могу все рассказать в одном видео, но я говорю, объясняя кратко что-то, говоря вот подробно. Вот в этом видео вы можете эту тему понять. Но многие глупые люди как делают? Они, естественно, не смотрят те видео, но уже имеют свое мнение. А умные люди посмотрят. И вот тогда, если что-то вдруг непонятно, хотя тогда все понятно, потому что я именно так и делаю, чтобы люди, в общем-то, вопросы не задавали, если они изучат. Люди ленятся, иногда спрашивают, часто пишут, прямо вот в видео я про это говорю, а они спрашивают про это. Значит, видно, что человек даже не досмотрел видео. Да, многие ленятся, не досматривают. И судят, знаете, иногда многие, по каким критериям? А только по названию видео или по первым строчкам в описании. Вы представляете? Да, таких сейчас много. Влада Кучук. А моя родная сестра соглашается, да, говорит, ужасно, что приходится убивать животных. Но что же делать? Мол, так повелось, и человек должен есть мясо. Вот как. То есть у нее установка. Он должен есть. Бедный человек. Ну вот хочешь, не хочешь, но приходится есть. Другого мнения и слушать не хочет. Видите как? Ага. То есть тут от безысходности якобы. Ну что делать? Должен есть. Я бы, может, и не хотел бы, но приходится. Типа, а другого мнения слушать не хочешь. А почему? А потому что эта душонка, эта дамочка, она хочет это жрать. Вот и все. Остальное дешевые отмазки. Иначе бы, как честный и разумный человек, тем более, если говорят ей, мы тебе жизнь хотим, как говорится, увеличить, хотя бы этим и совесть твою очистить. Ну посмотри, послушай эту информацию. Она отнекивается, даже слушать не хочет. Это очень нечестный человек и подлый. Потому что она оправдывает свои желания, из-за которых убивают, животных, ни в чем не повинных, а она оправдывает себя вкусными мыслями, мол, что делать, так повелось. Так вот, ну а вы прервите эту нить несправедливости. Прервите. В ваших силах это. А ведь это самый близкий мне человек, продолжает Влада. И дети так же. И вразумить я не могу. Ничего не получается. А как послушаю вас, так вся душа моя негодует от бессилия. Я прекрасно вас понимаю. И у меня негодует от бессилия. И, кстати, некоторые, знаете, глупые люди, опять-таки, мясоеды, говорят, вот, веганы такие злые там и так далее. Ясное дело, они злые потому, порой, хотя далеко не все, есть очень много блаженных таких, знаете, как типа йоги, которые там вот, прям вот реально блаженные люди. Поэтому не все, давайте быть честными людьми до конца, не все веганы. А вот есть такие люди, а что среди мясоедов злых нет, там есть и каннибалы, и садисты, кстати, они все мясоеды, я имею ввиду, каннибалы, да, например, как минимум, ну и так далее, так сказать. Ну а кто прав-то? Ну а прав, наверное, тот, кто хочет защитить неповинные жизни, не хочет, не может видеть, не принимает мир, в котором столько садизма и насилия, не только по отношению к людям, но и к миллиардам убиваемых животных в год. А животные все чувствуют, они живые, у них такая же кровеносная система, как и у вас, нервная система. А дельфины, кстати, если вы не знали, сейчас наука это точно установила, имеют более 15 тысяч различных, реально гораздо больше, то, что вот расшифровать смогли. Вы знаете, что сейчас, например, вот эти ультразвуковые сообщения, которые друг другу с разными частотами они посылают, разными вибрациями, интонациями, назовем так, даже имена, эта наука, я серьезно говорю, установила сейчас, вы об этом, наверное, не слышали. Имена дают своим детям, имена, и общаются друг с другом по именам. То есть, вот понимаете, в чем дело? Ну, конечно, кто-то сказал, это дельфины, а это коровы. Вы что, дебилы, что ли, я вам тогда скажу? Нет, конечно, никакой разницы, ну, как это так? Это, а коровы, вот давайте так. Вот еще раз послушайте вот этот отрывок, что сказал на эту тему, да, он мясоед, но честный человек, и не какой-нибудь там Вася на диване с пивом в руке, или дамочка с маникюром, которая, ну, что же делать, я буду убивать и есть коровок. Ах-ах-ах, не я лично убиваю. Ну-ну, двуличная негодяйка. Так вот, а что на эту тему честный человек сказал, охотник, промословик, который этим живет. Суровый мужик, на полгода уходящий зимой в тайгу, добывающий, к сожалению, соболя там и так далее, ну, живет так, считает по-другому, вот, не может, традицию некую соблюдают, такой вот его стиль жизни, но мудрый человек от природы и совестливый. Когда он держал свое хозяйство, ну, летом там жена занимается, а надо, так сказать, вырос бычка, убить на мясо. Вот что он сказал. В кого пальцем нет ни тут убийца или пособник убийцы, в любого, в любого человека, даже тот, кого там стонет, жалеет всех. Почему? Очень просто. Хозяин свинью держит, он ее заведомо для чего держит? Убить. Убить для чего? Самому есть и продать. А тот, кто жалеет это все дело, покупает у него это мясо. Так что, здесь круговая порука в этом деле. И охотник точно такой же, как тот же хозяин, только он более, как-то сказать, честнее. Ну, не то, что честнее. Этот человек заведомо кормит. Я вот тоже держал скот, и у меня рука не поднималась на него. Потому что, там вот тот же бык, его два года держишь, но он к тебе доверяет, он тебе подходит, ждет тебе там какой-то ласки, подачки, а ты ему пулю в лоб, предательство. А здесь зверь, дикий он знает, что от меня добра он, не дождется он, от человека, имею в виду. Он старается убегать здесь, кто кого перехитрит, естественно. Так и не смог Геннадий Соловьев забить своего быка. Соседа позвал. Ну что, поняли? Ну хотя бы не стыдно вам, потому что, вот порядочный человек, по крайней мере, ясно и скажет, да, предательство, убийство, круговая порука, такой же соучастник убийства, тот, кто покупает это мясо, вот эти дамочки, абсолютно такой же. И я скажу, добавлю, что за это придется отвечать и в этой жизни, и в следующей. Ну а оправдывать себя, успокаивать ложью, можно как угодно, но это законы природы, что посеешь, что и пожнешь. То есть законы кармы, это законы природы, то есть законы причинно-следственных связей, они же идут не только на химическом, биохимическом уровне, но и на уровне энергии, так сказать, ментально и духовно, но тут нет никаких сомнений. Ох, оправдывать себя можно любыми книгами, чем-то еще вы душу свою не обманете. Вот главная книга человеческая. Так что вот я объяснил это, почему совершенно справедливо те люди, которые понимают, что остальные просто калеки, моральные, ментальные, и, так сказать, просто, ну что, получается безмозглые люди, без совести и стыда, без души, получается. С искалеченной, по крайней мере, душой. Так, естественно, людям тяжко осознавать то, что они не могут достучаться своей истине. Это знаете, как если перефразировать слова из стихотворения молодого Сталина, кто-то будет сейчас тоже удивлен, что ходил он от дома к дому, ну говоря, как бы о Христе, написал стихотворение, по-моему, лет 17. И там такие слова, что вот это вот, стучался он в сердца людей, но люди полную чашу отравы преподнесли ему и сказали, что будь ты проклят, и правда твоя не нужна. Другими словами, не мешай нам жить. Ну пойдет это на благо людям, на их развитие, и физическое развитие, и духовное, как вы думаете? Вот скажите, напишите здесь под этим видео, что я не прав, что ли? Ну я, знаете, дело не во мне вообще, вообще не во мне, а в том, что я просто сейчас эту правду пытаюсь до вас донести, ну до всех. И кто-то ее принимает, понимает, что это так, а кто-то понимает, но злится от того, что он теперь понял, и как ему жить с этим, он же хочет жрать все это, он хочет жить для брюха, и он бессовестный человек, ну и даже бессовестного грызет совесть, она ведь врожденно-то существует у любого человека, от того и злоба, ну кроме тех, кто совсем идиот, и действительно злится искренне от того, что считает это глупостью, вот эту истину простую, прописную. А, и Влада далее пишет еще, насильно показывать ей сцены из бойни, спрашивает, показывать, так смотреть не будут, так ведь легче пережевывать мышечную ткань, ну, труп убитого животного я добавлю, и совесть не мешает, и душа не болит. Ну да, особенно если это безлика называть мясом, это действительно образ не возникает у людей, с оторванными, отрезанными кусками мышц, когда-то еще недавно живого животного, благодаря которым оно передвигалось, а потом его убивают, разрезают брюхо, кишки отрезают, ну и творят прочее бесчинство и страшную жестокость, страшное мракобесие, идиотизм, изуверство, и конечно, конечно, если это так, образа нет, то, да, душа болеть и не будет, привыкает человек к этому ужасу, ему уже этот ужас не кажется таковым. Ну, дайте ей, дайте, заставьте почитать первую ступень Льва Николаевича Толстого, когда он ехал на бойню, еще там кадры, как он ехал, интересные есть, а уж что там, хотя бы пусть это посмотрит, посмотрите мои видео, дайте им посмотреть, две лекции, дети и мясо, ну и прочее, я дам рекомендации прямо под этим видео, в порядке, один, два, три, четыре, пять, дайте им посмотреть, может быть, проймет, так не одно, так другое. И вот еще одно письмо, три письма было от этой женщины, от Лады Юрия Андреевича, более десяти лет назад, я была дурой, и ела мясо сама, и приучила к нему детей, а теперь не знаю, как повлиять на их сознание, ну, впрочем, я уже сказал, хотя это не просто, да, смотрите, слушать ваши видео, они не хотят, когда идем с дочкой в магазин, она покупает мясо, а я сделать ничего не могу, ругаться не хочу, ну, понятно, а по-хорошему, разумеет, не получается. Так что же, покупается сладкая вода, чипсы и прочая дрянь, я уже так устал объяснять про вред для здоровья, но пока оно есть, будут жрать и пить, не знаю, что делать, может вы посоветуете? Вы знаете, да, тут совет дать довольно сложно, хотя, впрочем, я вам скажу одну истину, это абсолютно так, люди есть разные по психотипу, разные по характеру, разные по восприятию в данный момент времени, находясь на определенной стадии развития своего. Люди есть с разной степенью протеста к этой жизни, ко всему, что говорят, тем более родители, близкие люди, но сотворив чудо, то есть, если все-таки этот человек, ребенок, подросток, посмотрит то или иное мое видео, его может зацепить что-то в том или ином видео. Для кого-то речь про здоровье, но не про молодых людей в основном зацепят, это только единицы, а вот про этические аспекты или про аспекты разума, человек ли я вообще, что я творю, и так далее, могут зацепить, разного человека никто никогда не поймет, но это надо быть очень хорошим психологом и чувствовать человека, что же ему сказать. Вот в личной беседе я гарантированно ваших детей смог бы переубедить. Не то, что переубедить, а просто своими вопросами и ответами на них беседы смог бы достучаться до разума глубоко запрятанного, и человек вынужден был бы просто признать под неопровергаемой кучей фактов, данных этой информации доказательной, всеобъемлющей и очень простой на самом деле, я бы смог объяснить, и они бы поняли, что они неправы, но я же не могу в каждую семью прийти, и поэтому ваша задача, если вы хотите, чтобы они поняли, попробовать, показывать им разные мои видео, вот эти. Может быть, на них подействует, знаете, такая шоковая терапия для спящих мозгов, когда я крепкими словами порой объясняю, вколачивая, прорывая вот эту, знаете, плотину лжи и вот этой надменной черствости и глупости человеческой, вот этих барьеров, этих блоков на пути к пробуждению совести. Покажите разные. Что-то, может быть, проймет. Может быть, вот это видео сосиска в голове. Уверяю вас, что некоторые люди так и писали. Вы знаете, был дураком, даже спорил с вами или там подиздевывался, не смотрел видео, а потом осознал, понял, и я вот хочу извиниться или на меня повлияло именно это видео, когда вы правильно, как палкой по голове ударяете своими порой грубыми словами, которые только так через панцирь нашей глупости могут проникнуть внутрь. А теперь вот внимание, давайте последний на сегодня комментарий, хотя дальше очень много тоже всего интересного. Ну ладно, оставим на будущее ответы на вопросы. Итак, Николай, у моего зятя дальние родственники, семья врачей в районной больнице, он и она, жили в своем доме, держали свиней, ели все подряд, и уши, и хвосты, и ноги, и вообще все, безотходное производство. Она заболела раком кишечника, ну это естественно, и умерла довольно рано. Он заболел с сахарным диабетом, отрезали сначала одну ногу, затем другую, затем он умер. Я сам с ним не разговаривал, разговаривал мой зять, которого я научил уму-разуму, долго учил, но в конце концов он понял и поменял питание, во всяком случае был информирован о вреде мяса. Зять ему сказал, что все это у него от мяса. Он ответил, а что же тогда есть? Вы представляете? На этом я сейчас маленькие комментарии свои дам и продолжу. Во-первых, у меня есть видео. Я давно понял, что для таких людей надо сделать видео именно под таким названием, прямо копия. А что же тогда есть? Это видео, ссылку на него я дам под этим видео, обязательно потом посмотрите, перешлите таким же людям. Беда людей в том, что они едят очень убого, примитивно, однообразно, но они правда считают, что это и есть разнообразие. На самом же деле это 5-10 продуктов. Но они считают, что это и есть еда. Все остальное это баловство, глупости, не еда. На самом же деле, если не есть вот это все, то есть все продукты животного происхождения и многое-многое другое, что есть вредное, там жареное, там значит и прочее. Короче говоря, люди тем более скажут, ну тогда вообще ничего есть нельзя. Ложь. Можно 95 процентов. Вы всего лишь убираете максимум 5 процентов из всего вот этого списка моего большого. 95 процентов оставляете. Удивлены? Ну я приведу вам такой пример. Сейчас вот люди едят картошку, например, как гарнир, в основном только ее. А что она заменила? Ну только заменила в плане не пользы своей, а, так сказать, то, что люди едят, то забыли, а это начали есть. Это картошка одна, а это было вот что. Репа. Пять видов редьки. Красная, черная, там брюква, торнепс, корневой сельдерей, дайкон. Почти все сейчас это не едят. Едят только картошку. Но вы можете после этого моего одного примера, их много, продолжать утверждать эту чушь, что, мол, есть нечего тогда. Да нет. Проблема в том, что вы только лишь другое считали за еду. Малое, убогое, любимое мясо, жареную картошку и что-нибудь еще. А на самом деле все это такое однообразие. Ну и такой вред. Ну и наркотик. Поэтому люди даже не думают об этом и просто верят в то, что разнообразие есть. То, что им хочется есть. Продолжаю. Умирал мучительно. Кстати, был завклиникой. У зятя, приятель, мне как-то сказал, если заболел, надо идти в больницу к врачам. Они же на это учились. А я ему ответил словами Поля Брега, что к 40 годам каждый сам себе врач или дурак. Ну да, логично. От себя добавил, что сейчас лучше годам к 25, а то в современных условиях, проживая до 40, можно и не дожить. Абсолютно верно. Тем более, если человек начинает курить вот эти вейпы, парить, как они говорят, идиоты. Значит, там, пить алкоголь, жрать все подряд, тем более, вот это все синтетическое, в упаковках, рафинированное, с красителями, эмульгаторами, улучшителями и так далее, то 40 это почти для новых поколений неизбыточная мечта скоро будет. Дальше. Лично у меня в больнице даже карточки не было. Ну и у меня, кстати, тоже. Завели недавно из-за травмы ноги по неосторожности. Добавлю, что в доме ни одной таблетки. Жене строго-настрого запретил посещать аптеку. Склад, магазин яда химикатов. Разве что купить вату, бинты, йоты, лейкопластырь. А мы, кстати, производим вату из льна, которая является природным антисептиком. Во время Великой Отечественной войны именно льняная вата в основном была, а не из хлопка. Это имейте в виду. Кстати, у нас есть зубной порошок. Можете поддержать отечественное, почти убитое производство в разрушительные 90-е и 2000-е годы, когда все разрушали, вывозили, продавали, придавали. И, кстати, посмотрите мое видео «Лен и конопля дороже золота и нефти». И простыдитесь. Так вот, если захотите, то и это абсолютно экологически чистые, которые есть можно. Это идеальный сорбент. Просто жалко, дорого есть. А так идеальный сорбент. И запомните главное. То, что нельзя съедать, есть. Нельзя наносить ни на кожу, ни на слизистые оболочки. Поэтому, вот я, например, зубы чищу этой не зубной пастой, а порошком зубным из центральных вот этих волокон, стержней, льна, измельченных до наночастиц. И зубы чистят прекрасно. И если проглотил, что только польза, а не вред. Но вот к жизни так надо подходить. Понимаете, все на самом деле несложно. Абсолютная истина. Кто ищет, кто хочет, тот всегда найдет. Ну, это абсолютно так. Хочешь изменить свою жизнь, ты можешь ее изменить. Остальное дешевые отмазки, чтобы только ничего не менять в своей жизни и упиваться якобы в своей безысходности, безнадеги, и что от вас ничего не зависит. И вы тогда только будете искать отговорки и плыть по течению. Ну, это и приведет вас к тому, о чем и написал вот человек Николай чуть выше. Ну, таких примеров. Миллионы. Не тысячи, не сотни тысяч, а именно миллионы. Ну, что ж, остальное и очень интересное разберем в следующих ответах на вопросы. А на этом, пожалуй, на сегодня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!